всем привет так снимаю на телефон на galaxy note 10 как бы без микрофона без петлички без всего чисто так потому что вот приобрел пять дней назад самокат вот этот это на инбот макс буквально смотрел обзоры очень мало чего-то там везде рассказывают характеристики сколько он едет потому что 25 километров что есть модель пи есть модель d есть обычная g30 то есть каких какого-то опыта эксплуатации нет буквально сутки назад вышел ведь вышло видео на youtube еще у какого-то обзорщика что вот он купил неделю назад за неделю он на нем проехал а там около 30 километров и уже рассуждает о том какой он надежный или нет не даюсь вообще не о чем об этом говорить так не даюсь ничего говорить какой-то там надежности я сам приобрел его так получается пять дней назад накидал себе тут списочек о чем нужно сказать чего я не увидел в обзорах вот за пять дней у меня уже на нем пробег двести тридцать пять километров вот только что смотрел почему записываю сейчас двести вот эти 30 многие я вот опять же смотрел не знаю за месяца два накатывают но грубо говоря сейчас у нас карантин в стране я иногда подрабатываю курьером у себя в компании то есть доставляю интернет заказа поэтому за несколько дней пожалуйста я катался по всему городу у меня получилось 240 почти километров это за четыре с половиной дня давайте по пунктам чтобы не затягивать вообще что хочется о нем сказать вот у меня первый пункт нужно сказать про сиденье езду без него то есть наверное многие будут задумываться кто-то ездил раньше на куга кто-то еще на чем что нет сиденья то есть нет нельзя поставить да я сам сейчас присматриваю себе сидушку сюда на нботовской она стоит на али там районе 5 у нас в городе в екатеринбурге смотрел то есть можно купить с авито там договорился за 3000 но не знаю что ищу можно ли ее сюда ванну поставить потому что здесь края они как бы давайте с этой стороны они чуть-чуть такие под углом идут видеть то есть не знаю поставится как она сюда хорошо не хорошо нужно все равно проверить в магазин заех посмотреть в магазинах нигде нет на алике стоит в районе 5000 серьезно я вот катаюсь в день до 50 километров этого блин сиденья не хватает почему потому что нет амортизации никакой покрышки дубовые руль отдает ноги потом начинают болеть вот если куплю сидушку поставлю то выложу еще одно видео то есть так вообще с ним ездится да дальше доработки тут написано у меня из коробки там по сравнению с куга и всем остальным то есть почему я выбрал именно этот самокат сразу скажу что у меня был до него я пользовался около там не знаю наверное там две недели я ездил на сяоми 360 про в этом году покупал его тоже не очень не понравилось то есть много доработок надо колеса там 8 дюймов здесь здесь неудобно ездить по плитке по каким-то ямкам то есть колеса все равно маленький хочется 10 дюймовый это раз во-вторых я взял почему потому что батарея там у меня ее хватало на 25 километров это максимум то есть я смотрел примерно подсчитывал можно выжать из него кое-как там 28 но это если ездить аккуратненько на то второй скорости не на третий и ну и очень мало в горку вес у меня повторюсь у меня не говорил 90 килограмм все время рюкзак одежду правда сегодня он продолжим на чем остановился именно доработки это вот у меня был 360 про я сказал колеса сказал батарея 25 там 28 хватало этого мне мало почему потому что у меня от дома до работы в районе 7 8 километров туда 8 обратно этот 16 плюс мне нужно прокатиться я люблю просто на нем покататься какой-то заказ отвезти мне в день нужно зарядки на 50 километров это минимум вот здесь мне этого хватает итак смотрим именно доработки почему х там смотрел разные куга варианты прочая везде очень много на них обзоров все говорят о том что нужно много дорабатывать то есть что-то подкручивать что там что-то подкачивать какие-то у них там люфты на руле то есть это тоже все нужно ремонтировать что-то где-то у меня руки честно скажу и растут из жопы я ничего этого не умею поэтому я взял именно этот чтобы купил и не парился вообще ни о чем то есть именно просто ездить из доработок что я слышал что я видел на тубе что люди вообще советую сюда поле сделать поставить это одно единственное поменять подшипники из китайских на кихни и на какие-нибудь хорошие немецкие вот и все то есть гидроизоляция какая-то она здесь уже имеется можно просто для себя чтобы быть более спокойным еще раз там разобрать этого доделать но не обязательно то есть главное это подшипники все подшипники стоят я писал на авито узнавал там у людей кто это делает мне пока что ответил один он за это хочет около там двух тысяч двух с половиной я считаю что это дорого то есть подшипники вместе с работой но я готов отдать косарь полторашку не знаю поэтому может кто-то сталкивался скажите какие цены вот то есть не нужно ничего дорабатывать дальше зарядка но про зарядку я сказал мне так зарядка здесь 15 300 ампер часов как заявлено 15 300 заряжается можно заряжать только одной зарядкой я заряжаю вот вот этой слева заряжает в районе где-то пишут 4 часа кто-то говорит 6 часов мне честно я вот не скажу не замерял почему потому что я на на чего поставил он зарядился шнур там маленький идет на эти как вот не знаю вот у всех ей были ноутбуки в ноутбуках всегда есть два шнура вот это маленькая вот эта вот часть потому что блок сам здесь этот шнур очень маленький его можно в карман сумки положить и он всегда с тобой сегодня я не взял сумочка до сегодня его не взял то есть он в полу молот в маленький помещается зарядка и все то есть я приезжаю на работу пока оформляю заказы звоню клиенту он стоит там заряжается 15 минут и все то есть я в этом проблема не вижу то есть его везде можно подзарядить это не как у куга или m360 провод эти большие огромные зарядки вот хватает при моем весе 95 у меня 90 я сам вешу там с рюкзаком но я думаю в районе 95 килограмм полностью если я на него встаю то блин давайте честно объективно вот я вешаю 95 килограмм я замерял сколько хватает выезжал я так так меня хватило по замерам в районе 48 километров на одном заряде но при этом я езжу и на это и на д и на спорт это то есть постепенно я верю еду где-то там по площади городской либо по улице что вот много народу где-то рядом с центром я включил эко режим аккуратненько 15 километров в час я проезжаю скорость да все вышел от людей простая улица пустая я поехал на режиме д совсем никого нету включил спорт чаще всего езжу процентов 50 я езжу на спорте и 25 на 25 делится на остальные два режима почему опять же потому что нет у меня никакой здесь подвески не тут не тут то есть просто шины амортизации никакой и поэтому не возможно ездить по просто дороге по пешеходке там где люди ходят потому что там все время плитка какие-то ямки я чаще всего выезжаю на правую полосу на в край встаю где велосипедисты по сути должны ездить и если мне куда-то нужно это далеко ехать я езжу там то есть по прямой фишка я пользуюсь очень много круиз-контролем нажал подержал там на максимуме он включил все приедешь спокойно свои 25 километров в час вот да еще раз повторюсь хватает на 45 47 километров пробега но опять же никто столько не будет проезжать я говорю почему я так делаю потому что я работаю курьером зарядка маленькая доехал до работы могу себе подзарядить и обговорюсь что вот это 48 это чисто на одном аккумуляторе то есть без подзарядок я замерял вес у меня 95 до я смотрел много разных обзоров кому-то там вот один из там популярных какой-то магазин он его разбирал говорил что хватает на блин хватает его на 30 километров он говорил потому что разбирал аккумулятор мерил и прочее мне кажется просто это разные поставки разные партии где-то аккумулятор лучше где-то хуже но вот честно сейчас лето 20 градусов мне хватает его на 45 км спокойно то есть вообще в режиме спорт 50 дальше дальше здесь защита от воды x5 x7 до защита стоит то есть дорабатывать ничего не нужно потому что все уже внутри стоит по лужам я чуть-чуть ездил то есть если есть большой дождь ну понятное дело что я не катаюсь и не собираюсь это делать если какие-то лужи маленькие я их обижаю если дождь едет я там еду под крышу жду пока дождь закончится дождь закончился по лужам я не катаюсь мне кажется это глупо это все-таки электротранспорт до дальность хода зарядка так приложение врет не врет у меня тут пятый пункт тогда опять же я смотрел замерял вот у меня было 48 в приложении на инботовском что то что я проехал на одном заряде а вот я заходил в те же google карты он там показывает как будто это все время я езжу на велике там было не 48 а 45 километров по google картам да кто-то говорит что он врет что не едет 25 там едет 23 не знаю не замерял то есть он меня мои 95 подрывает с места очень хорошо на спорте и едет вот эти свои вроде 25 спокойно с горки я разгонялся на нем где-то до 2825 он спокойно едет по прямой если зарядки там чуть ну 70 процентов но он едет 2324 и этого достаточно потому что нет амортизации никакой вот про это я буду повторять не раз до подвеска про подвеску да уже говорил у меня тут шестой пункт подвеска то есть ее нету руки отбивает вот руки ты едешь он прямо трясется руки бьется самое главное сиденья не хватает сиденья потому что я проезжаю там за раз 25 километров грубо говоря и ноги прям затекают устают хочется мне сюда поставить сидушку но у меня есть девушка и она мне говорит что поставить если сидушку то это смотрится как инвалид то есть мы она ездит на велике я на нем она вот я показываю смотри вот парни ездят сидушку очень удобного комфортно нагрит ну по хочешь поставь но это выглядит как какая-то там инвалидная коляска то есть но вы видели да вот эти на кукле не ездит электротранспорт как будто инвалидность ну в чем-то согласен но для удобства я бы позвонить конечно поставил но еще вариант и думаю еще не хочется тратить мне 3000 то есть дороговато так вес до один из минусов давайте про минусы вес на него идет в районе 20 килограмм там где-то 19 половину грубо говоря до 20 килограмм это блин конечно круто все говорят что он надежный я его поэтому и взял потому что вроде как это самый надежный самокат его не нужно дорабатывать вообще вот он весь такой монолонитный тяжелый минус да почему вес 20 килограмм это минус у меня был сяоми он весил 15 с ним очень удобно в транспорт еще куда-то здесь мотор колесо она находится вот с этой стороны сзади там передний тормоз ой все жалуются в нету что она низко находится но ни разу не было что я его задевал потому что весь удар все время на колесо то есть нет не задевается вот это вот и ерунда не задевается но тормоз так вот почему вес здесь эти 20 килограмм во первых это на самом деле тяжело мне вот 24 года я не сказать что прям спортсмен но 15 килограмм я таскаю спокойно силами там и в метро и еще куда но 20 уже тяжеловато плюс здесь развесовка она снизу я поднимаю а вниз не поднимается и это неудобно заносить просто если его не складывать куда-то занести на бордюр занести там в автобус в троллейбус неудобно потому что все время зад висит если бы была сидушка я думаю можно было бы брать просто как бы за сидушку и было бы удобнее но нет опять же если складывать механизм здесь вот он повернул так сейчас минуту я уже складываю вот механизм не говорят его нужно что-то подтягивать что-то делать я этого делать не умею я этого не делал пока что у меня как бы все нормально работает вот в таком виде он сложенный ручки не складываются это минус то есть и тогда здесь его ты берешь задом и выносишь тогда удобно его взял у тебя как бы тяжесть идет ну на заднее кресло ты берешь не не как xiaomi вот с этой стороны а вот здесь и в принципе нормально давайте дальше что у меня там так сравнение с этим с про версиями да но я уже говорил не буду повторяться там просто мне не хватило километража то что 25 он проезжает и мне там не не хватало колес дорабатывать колеса заказывать ставить менять работа тоже стоит денег сам я не умею потом еще что батарею я на него хотел поставить не на этот а на тот там очень много же на ю тубе видео что на них батареи ставят батарея там в районе 10 ампер часов стоят но вместе с работы около 13 14 тысяч но это вот как этот новый в общая будет сумма 0 смысла нет ездил бы он столько же те же 45 50 километров так что у меня тут скорости режимы сказал уже ездит максимум 25 три режима да ездит в горке очень много нет на этому по этому поводу говорят в обзорах едет он в горке хорошо в режиме на режиме спорт он едет замечательно заезжает в любые горки я потому что посмотрел обзоры многие говорят что это садит батарею все равно он начинает работать типа на износ я чаще всего если это спорт и я на скорости еду я просто в эти горки во все залетаю если я еду медленно вижу горку на том же там втором режиме надо я мне не составляет труда я молодой немножко вот ногой именно помогать говорят что это даже все-таки экономит батарею то что если ты ему будешь помогать ногой в горку вот это да рекуперация тут есть не пользуюсь у меня режим включен самый маленький то есть не верю я в то что он прям очень хорошо же заряжает то есть два три процента но это полки там не знаю 200 300 метров он проедет дольше зато никакого наката ничего я поставил самый низкий и очень часто пользуюсь просто накатом еду с горки включил режим этот самый эконом 15 километров нажал круиз-контроль он с горки едет все те же 25 вот и все так цена купил я его за 45 тысяч рублей в городе екатеринбург можно было где-то заказать там в москве в питере они по 42 соли он стоил там тоже в районе 42 говорят что в прошлом году в девятнадцатом вообще 35 везде стоял но сейчас и доллар у нас последнее было что-то 73 рубля по моему что-то такое ну меня устраивает честно я доволен покупкой я очень много на нем езжу я люблю просто покататься очень много он приковывает к себе там даешь советы какие-то потому что много кто спрашивает где купить что там сяокатчики подъезжают смотрят городовок это очень надежным да мы смотрели про него обзоры читали вес до перенос но сказал про перенос по цену сказал но по-моему это все то есть если какие-то вопросы будут пишите пожалуйста в комментарии я хочу заняться этим youtube каналом просто так для себя снимать что-то какие-то вещи потому что у меня был прошка но я хочу рассказать о ней отдельно потому что они у нас в городе как каршеринг есть то есть я хочу взять просто заснять показать что там какие плюсы какие минусы сколько на нем проезжал как это вот вообще как он выглядит поставить их рядом сравнить да вообще я работаю в магазине с электротехникой то есть у меня очень часто появляются какие-то вещи там камеры телевизоры что-то подобное да на всем можно делать обзоры я думаю этим заняться можно потому что очень часто делать нечего но у меня не будет такого что там офигенный свет еще что-то вот я так снимаю если вам это заходит я конечно потом буду как-то над этим работать постепенно но все равно вот я заснял там у прям обзорами на для тех кому им интересно сколько он проезжает как он себя ведет вот не не сказал о том что я видел обзор где там его полностью разбирали он весь залитый там делать вообще ничего не нужно поменять подшипники только потому что ничего не нужно вообще настраивать в отличие от кугах хелтонов и всего остального которые там люди с собой рюкзаки инструментов возит мне это не нужно я хочу просто ездить поэтому я его взял и я доволен я счастлив друзья я советую пишите в комментарии какие-то вопросы если их там будет ну там 5 вопросов на соберется я просто запишу также на фоне там того же xiaomi какой-то дополнительный ролик отвечу на вопрос давайте до свидания посуду и последний скажу таскать его серьезно неудобно потому что все время держишь за руль колесо сзади весит много и она все время на полу на земле кроссовки не хочется морать как-то вам подправлять короче колесо то что сзади это не очень удобно но за 200 почти 50 километров я тут не чинил ничего хочу просто поменять подшипники там здесь все пока не посадил на фиксаторы резьбовой все это тоже раскручивалось на 22 обязательно колеса если что там камеру прям капитально а ты уже готовишься к тому что и камеру пробьешь да мало ли чего прям поэтому все всех любые ключи там все просто приходится возить с собой опять же сейчас уже нет не так но когда у меня была и камура я проехался там 400 километра два три и приходится подключить и руля тогда еще подшипники я повторюсь хочу поменять просто из-за того что так ну все советуют все так говорят вот проеду около там тысячи километров просто найду где подешевле поменяю поставлю какие-нибудь немецкие вот и все ансборг самоката из коробки вот здесь закрутить 6 винтов и все по поводу колес все советуют 3 5 атмосфер качать примерно на 100 килограмм у меня даже нет насоса вот я езжу уже неделю пока с ним ничего не делал хочу купить уголом арте насос чтобы проверять и подкачивать ну все ладно поеду дальше заказы развозить кстати как дополнение не сказал про низкий клиренс он и правда низкий но нет не настолько вот насколько чтобы на него так жаловались и там в комментариях очень часто пада другими обзорами говорят на самом деле я проезжаю но почти все неровности приходится слазить на бордюрах и когда вижу лежачих полицейских я их объезжаю потому что он один цепляет 2 не цепляет и также бордюры что ты не можешь на глаз определить там 7 миллиметров или больше так ну вот мимо проезжаю сразу покажу вот всякие сейчас всякого подобного рода маленькие бордюрки вот примерно до такого расстояния сейчас то есть вот он едет не видно короче по клиренсу в принципе хватает но я езжу аккуратно то есть даже маленькие такие бордюрки их проезжают чуть побольше притормаживаю или сам заезжаю когда понимаю что это возможно либо же просто приподнимаю потому что не хочу его сломать все-таки новый хочу использовать долго ну вот понятно что дело вот на такие большие бордюрки нет не прыгаю конечно там как это делают на куга может еще на чем-то такие маленькие и вот эти лежачие полицейские пожалуйста аккуратненько я их объезжаю в основном то есть не перелетают до клиренса все говорят что маленький но его хватает в городе просто нужно быть чуть-чуть аккуратнее так ну а сейчас проезжал вот с такого рода бордюрки то есть это обычная городская до съехать с нее достаточно просто я притормажу и так ногой типа отталкивать как на обычном самокате значит покажу чуть отталкиваю все так приподнимаю и просто заднее колесо потом падает на землю переднем как бы я не знаю как объяснить просто чуть приподнимаю и толкаемся чтобы не просто там на ходу типа съехать а вот подниматься подниматься уже не получится то есть нужно приостановить и просто рукой одна нога на нем приподнять вот так вот и все нижняя сама заезжает все равно берегу я вот эту нижнюю часть то что там это дека чтобы не менять вот это все постараюсь ездить аккуратно если ты ставишь на сигналку все предупреждение что начинает пикать плохо ехать сейчас пробег был 263 километра получается прошло уже четыре дня сейчас вот начало 5 почему прошло 5 дней получается да это сейчас вот будет начало 6 завтра